Друзья, всем большой привет! С вами вновь Татьяна. Сегодня я покажу вам очередную посылку с американского сайта iHerb. Я уже потихонечку начала готовиться к новогодним праздникам. Заказала кое-что для себя. И что-то, может быть, уйдет у меня на подарочки. Я заказала уже второй раз вот такие витамины Energizer. Они мне очень-очень понравились. Сейчас зимний период, наступила, в общем-то, такая немножечко тоскливая, может быть, погода, что ли, настроение иногда падает. Иногда сил не хватает на какие-то там важные дела. И вот чтобы поддержать свой организм, поддержать свою энергетику, в этом, в общем-то, помогают вот эти витамины Energizer. Значит, в составе 23 витамина и все-все основные минералы. Это, я бы назвала, сезонные витамины. Их очень хорошо пропивать вот в такой переходный период, как бы от осени к зиме. И, скорее всего, второй курс я буду их применять. Это уже после зимы, ближе к весне. Принимать нужно одну таблетку в день. Классные витамины. Придают бодрость, придают энергию. Ну, а желательно, конечно, их пить с утра, а не во второй половине дня. Иначе вы просто потом не сможете уснуть. Первый раз я приобрела вот такие вегетарианские капсулы. Это экстракт полыни. Я почитала отзывы, посмотрела других блогеров и решила, что эта вещь необходима, ну, наверное, вообще каждому человеку. Что же это такое? Ну, во-первых, это средство для очищения организма. Ну, вообще-то, знаете, вдруг там на этом нашем организме живут какие-то там чужие. Вот от них-то мы и будем очищать свой организм с помощью вот этих капсул с экстрактом полыни. Ну, у нас в доме живут все-таки две кошки, да. Еще я и подкармливаю бездомных кошек. Ну, и летом мы прям кушали ягодки всякие, прям с куста. Мало ли чего могло попасть в наш организм. Вот, так что от греха подальше лучше пропить вот такие капсулы и потом, в общем-то, жить спокойно. Пить их надо по две капсулы три раза в день. Я взяла пока одну баночку, то есть я начну принимать вот это все, посмотрю, как организм отреагирует. Вот, и в следующем заказе, может быть, я закажу, потому что, конечно, здесь всего 100 штук и на всю семью, ну, этого не хватит. Нужно еще будет пару баночек. Ну, вообще-то, как бы 90%, конечно, людей заражено различными гельминтами, да, вот, и многие об этом даже не подозревают. Вот, ну, вот если, допустим, вы устаете, чувствуете какую-то слабость, может быть, апатию, может, какое-то сонное состояние, может, даже тяга к сладкому у вас очень сильно проявляется. Ну, у кого-то, может быть, вздутие живота, там, по каким-то непонятным причинам, может, головные боли на коже, частые высыпания какие-то тоже, которые не проходят и не помогают какие-то мази, может быть, или лосьоны, да, ну, то это, скорее всего, вот эти симптомы указывают на то, что, вероятно, вероятно, пора гнать из своего организма каких-то там непрошенных гостей. Вот, поэтому советую вам то же самое обратить внимание, в общем-то, вот на эти капсулы. Дальше, что еще я там купила? Купила тоже в первый раз, но прочитала отзывы. Отзывы очень хорошие. Это лютеин. Ну, это витамины или БАДы, как лучше их назвать, для здоровья глаз. Что же делает этот лютеин? Он устраняет сухость в глазах, слезотечение, допустим, ощущение песка. Вот, это сильнейший антиоксидант, сильнейший, который защищает глазки от различных воспалений. После применения лютеина легче фокусировать зрение. Улучшается состояние сетчатки. И если вы будете длительно и регулярно принимать лютеин, то, в общем-то, это остановит дальнейшее падение зрения. Вот, я очень много времени провожу возле компьютера. И мне, конечно, вот этот витамин вообще очень необходим. Ну, и, конечно, ни одна посылка у меня не обходится без каких-то там вкусненьких травяных чаев. Вот такой чай я заказала впервые. Это травяной чай. Полностью натуральные все ингредиенты. Никаких тут красителей нет, ни ароматизаторов искусственных нет. Тут все-все натуральное. Что же входит в состав этого чая? В составе клубника, голубика, черника, гибискус, немного яблочко, черная смородина здесь присутствует, шиповник здесь есть, солодка и цикорий. Это обалденный чай. Я вчера его уже пила. Я его уже открыла. Здесь вот такие пакетики. Вот они. Вчера я заварила себе его. Чай без кофеина, поэтому его можно и детям пить, и взрослым можно пить его во второй половине дня перед сном. Чай со вкусом лесных ягод. Такой сладкий и немножечко, немножечко с небольшой кислинкой. Чай бесподобный. Ароматный. Прям вот аромат, вы знаете, на всю, я не знаю, на всю кухню прям стоит. Очень вкусный чаек. Очень. Когда за окном морозик такой, знаете, как приятно попить вот такой чай со вкусом и с ароматом лесных ягод. Ну, что может быть еще лучше? Следующий чай, который я заказала, вот такой. Я его еще не пробовала. Видите, он еще в упаковочке. Но я его обязательно сегодня же испробую. Вот. Это уже зеленый чай. Я люблю зеленый чай. В состав этого чая входит гранат и малина с клубничкой. Здесь тоже самое, 20 пакетов. Полностью натуральные ингредиенты в этом чае. Вкус у этого чая абсолютно без горечи. Тоже с легкой, с легкой такой кислинкой. Ну, это я уже прочитала просто из отзывов. Это пишут те, кто этот чай очень любит и кто его уже заказывал. И посмотрите, вот обращаю ваше внимание на какую красивую, такую очень оригинальную упаковочку. То есть коробочка сама по себе. Посмотрите, какая привлекательная. Вот вполне можно такой чай заказать на подарки. А ведь в нашем магазине не купишь такой чай. А здесь все натуральное. Посмотрите, его просто вот приятно даже кому-то подарить. Вот если бы мне подарили такой чай, я была бы просто, ну, ну, счастлива до беспамятства. Посмотрите, какой красивый. Какая красивая упаковочка. Да и этот чай тоже самое. Посмотрите, я просто с него уже сняла вот эту защитную пленочку. Тоже какой красивый чай. Но на подарок, ну, что еще можно лучше придумать. Дальше, что еще я заказала? Тоже заказала впервые. Это вот такое лакомство. Вот так выглядит пакетик. Ну, и судя по пакетику, по рисунку, вы уже поняли, да, что в составе малина и яблочки. Это такое баловство, так скажем. Это такая вкусняшка. Я уже, конечно, открыла, не удержалась. И вот как выглядит это лакомство. Там вот такие шарики. Вон они, видите? Вот такие шарики. Вообще, я первый раз пробую подобное лакомство. Значит, когда вот этот шарик вы начинаете жевать, поначалу он хрустит во рту какое-то время. А потом, как будто бы эти шарики начинают во рту таять, причем очень быстро. И создается ощущение, что уже вот этих хрустинок нет. И как будто вы кушаете свежее яблочко с малиной. Малиновый вкус здесь немножко перебивает яблочный вкус, но яблочко тоже чувствуется. То еще. Тоже я взяла первый раз вот такую вкусняшку. Это как бы снеки, микс вот из таких снеков. Сейчас я вам покажу, как все это выглядит. Но вот эта вещь, конечно, больше подойдет к пиву. Потому что это такая вкуснятина. Конечно, можно это все съесть и так, но с пивом это будет вообще нечто, конечно. Значит, как все это выглядит. Естественно, я открыла. Значит, вот смотрите, какая там внутри смесь. Значит, здесь вот такие какие-то хрустящие палочки. Мне так показалось, что они из картофеля сделаны, как картофельные палочки. Здесь различные виды орешков. Здесь есть горох, причем он очень вкусный. И вся вот эта смесь приправлена солью и острым-острым перчиком. В составе здесь еще из орешков есть кешью. Есть миндаль, там встречается. И, в общем-то, все это приправлено перцем, куркумой. Паприку я здесь чувствую. Немножечко тмин. Ну, вы знаете, ну, невозможно от этой смеси просто оторваться. Ну, невозможно. Ну, ешь, ешь ее бесконечно, ешь. Ну, а потом во рту такой пожар вы не представляете просто. Ну, просто все во рту горит. Потому что здесь, конечно, присутствует перец чили. Вот. Это для любителей остренького. Ну, в общем-то, и я к таким любителям, конечно, отношусь. Я люблю остренькое. Я люблю вот такие оригинальные вкусы продуктов. Вот. Но к пиву это, ну, просто класс. Просто класс. Поэтому для любителей остренького советую вот такую смесь. Здесь ее достаточно много. По весу здесь практически 200 грамм. Ну, как бы в хорошей компании попить пивка вот с такой смесью. Ой, что еще может лучше быть? Лучше ничего и не придумаешь. С хорошим пивом. И вот такую вкуснятинку. Вот такую смесь. Конечно, детям это не рекомендуется. Детям такую штуку давать нельзя. Потому что перца здесь действительно очень много. Еще одна смесь наподобие. Видите, они даже по картинкам чем-то похожи. Вот. Эта смесь как-то перекликается вот с этой, но немножечко-немножечко другой состав. Оригинальный микс. Вот так он выглядит. А в этой смеси в составе то же самое есть арахис, зеленый горошек, изюм здесь встречается. И, в общем-то, какая-то вот эта хрустящая лапша. Вот она, тоже хрустящая лапша. Мне кажется, она сделана из картофеля. Могу ошибаться, но вроде как похожа на картофель. И вот такие еще чипсы кусочками встречаются. То же самое. Смесь солененькая и очень острая. Эта смесь тоже к пиву. К пиву или как, в общем-то, такой перекус. Но очень острая штука. Очень острая. Она тоже идет без консервантов, без ГМО, без глютена. Никаких усилителей вкуса здесь нет. Здесь все только натуральные ингредиенты. Тоже 200 грамм в этом пакете. Я частенько на iHerb заказываю мед. Потому что мед у них очень качественный. Он там у них сырой. Не прошедший никакую там обработку дополнительную. И в этот раз я заказала новый вид меда для меня. Это коричный мед. Или коричный, как правильно сказать, я не знаю. То есть это сырой мед с корицей. Очень хороший мед. Он достаточно густой. Такой кремового цвета, кремовой структуры. Я чуть-чуть, буквально вот чуть-чуть его попробовала. Значит, очень вкусный мед. Очень вкусный мед. Но при вкус корицы. Поэтому, конечно, если вы любите корицу, то я вам советую приобрести этот мед. И вы знаете, в общем-то, это отличный вариант для похудения особенно. Этот мед желательно с утра съедать. Ну, буквально, может быть, чайную или лучше столовую ложечку на голодный желудок. Все вы знаете о пользе меда с корицей. Это отличное просто средство для похудения. Можно добавлять его в кофе. Можно в чай добавлять. Но мне жалко добавлять его. Потому что при высокой температуре все-таки мед теряет свои полезные свойства. Поэтому лучше, конечно, его просто даже с кофе или с чаем просто в прикуску, конечно, лучше всего есть. Чем еще полезен именно вот этот мед с корицей? Он укрепляет сердечную мышцу, кстати. Снижает уровень холестерина в крови. И буквально одна столовая ложка в день снимает еще и воспалительные процессы в суставах. Поэтому кто страдает артритом или заболеванием, или какими-то заболеваниями суставов, то этот мед с корицей очень будет полезен. Мед с корицей заживляет еще и язву желудка. Снижает кислотность желудочного сока. И после болезни восстанавливает силу. Поэтому этот мед еще не просто вкусный продукт, но он еще и полезный. Баночка стеклянная, кстати. Все дошло хорошо. Мед был упакован очень-очень хорошо. Еще я заказала вот такую штуку. Я от нее в восторге просто. Я первый раз ее заказываю. Это продукт из Индии. Ну, я вчера попробовала и просто поразилась этому вкусу. Я, конечно, что-то подобное пробовала. Пробовала в Марокко, пробовала в Таиланде. Вот кто знаком немножечко с азиатской кухней или с восточной кухней, вы могли что-то подобное, конечно, пробовать. Ну, это очень оригинально. Очень оригинально. Знаете, это что? Это чатни. Это индийский чатни. Что же такое чатни? Ну, это чума просто. Вот продукт чума. Вот правда. В общем-то, вкус этого продукта в необычном сочетании. Это как будто бы варенье. Вот я вчера уже поела. Видите, на вид это варенье. А там встречаются кусочки манго. Манго здесь очень, кстати, много в составе. Но, друзья мои, это не совсем варенье. Это не совсем варенье. В общем-то, поначалу, когда мы только начинаем этот продукт пробовать, поначалу нам кажется, что это какое-то, может быть, варенье такое дынное, то ли тыквенное, но на самом деле оно с манго. Но следом за сладким вкусом этого продукта тут же появляется обалденная острота во рту. То есть здесь еще очень много острого перца чили. Очень много. Поэтому это сладко, но это очень остро. Конечно, это продукт для любителей индийской кухни, для любителей чего-то, может быть, необычного. Скажите, а как же есть ее вообще, с чем этот продукт применять? Вообще в индийской кухне вот этот чатни подают к рису, к мясу. Допустим, вы можете очень красиво на праздничном столе разложить нарезанный сыр разных сортов и немножечко рядом с сыром поместить вот этот чатни. То есть чатни наносится на кусочек сыра и съедается. Это вообще, это очень вкусно. Также подают его, ну, к мясу, я уже сказала, да, к птице подают. Ну, вот смотрите, когда мы жарим курочку или там окорочка, мы же иногда маринуем в меде, да, мы же применяем мед для маринования курочки. Ну, а почему мы тогда чатни не можем с курочкой поесть? Это тоже очень вкусно. В общем, это аутентичный такой индийский продукт, рецепт, что ли. Рецепт, скорее всего, правильнее будет сказать. И вы знаете, вот про такой чатни говорят, что острым чатни должен быть настолько, чтобы можно было его есть, и сладким настолько, чтобы невозможно было от него оторваться. Вот так говорят про этот продукт, про этот чатни. Я его обязательно закажу еще раз, потому что, ну, в наших магазинах такого, наверное, не купишь. Обалденно. Вот мне очень нравится. Ну, это продукт, конечно, на любителя. Вот я очень люблю подобные продукты, такие с необычными вкусами. Очень люблю, чтобы было, может быть, одновременно и сладко, и остро, и кисло, и горько, может быть. Ну, вот тайская кухня мне очень близка, допустим, да. Ну, вот этот индийский продукт тоже, в общем-то, лег мне на душу, конечно. Вот. Ну, может быть, не каждый может это оценить, но если вы тоже, в общем-то, являетесь гурманом, и если вы хотите побаловать свой вкус чем-то вот таким необычным, то, в общем-то, я вам тоже советую вот этот чатни приобрести. Вещь классная, обалденная вещь. В общем, и сладко, и остро одновременно. И мне кажется, тоже вот на подарок будет очень хорошо. Баночка красивая, баночка стеклянная. Может быть, среди ваших знакомых или родственников есть любители вот таких необычных продуктов. И, в общем-то, они не смогут купить где-то в наших магазинах такое. Вот подарить такую баночку, это будет вообще очень хорошо. И на праздничный стол можно вместо соуса этот чатни поставить. Я, наверное, так и сделаю. Я сейчас поберегу его до Нового года и в Новый год поставлю на стол. И, в общем-то, все желающие смогут или мясо, или птицу, или сыр отведать вот именно с этим продуктом. Что еще? Значит, я частенько заказываю различные приправы с сайта iHerb. Там приправ очень много. Приправы все великолепного качества. Они натуральные, органические, без всяких там ГМО, без всяких красителей, без задушек. В общем, только натуральные ингредиенты. Вот это универсальная приправа с множеством различных трав и с цитрусом. Значит, что же входит в состав этой приправы? Значит, здесь в составе лук, дальше петрушка, базилик, лимонная цедра, тимьян, дальше чеснок здесь еще есть в составе. Семена сельдерея и красный перец. Вот, то есть очень хороший состав этой приправы. Она годится для добавления в абсолютно любые блюда. То есть вы можете и в супчики добавлять, и в салаты можете добавлять, и во вторые блюда. Но раз здесь присутствует цитрус, то это будет хорошо еще и к рыбным блюдам. И сама баночка тоже стеклянная. Ее, в общем-то, можно поставить и на кухню, на самый вид. Она не будет портить вид никакой. В общем, она еще и будет являться украшением. Здесь вот такая крышечка. Вот, я уже открыла. Ароматная, ну просто необыкновенный аромат исходит от этой приправки. Советую всем-всем, кто любит приправки, вот эти всякие травки, специи, я вам очень советую присмотреться к этой приправе. Очень хорошая смесь, очень она мне понравилась. И тоже в подарок, в подарок гурманам тоже будет очень хорошо вот такую вот баночку просто подарить. Даже можно как-то ее украсить, и это будет тоже очень хорошим подарком служить к любому празднику. Ну и к Новому году тоже. К новогоднему столу можно поставить запросто эту баночку, на новогодний стол поставить. Классная приправа. Буду еще в дальнейшем заказывать. Но я думаю, что мне ее даже надолго хватит. Я же не буду только одной пользоваться. У меня приправ различных много. Но вот эта приправа задела мою душу. Ну и теперь, наверное, перейдем к косметике. Заказала я себе, это уже себе дорогой я заказала, вот такой набор из пяти средств. Сейчас я вам расскажу, что сюда входит. Это фирма Андалу. Я пока не знакома с этой фирмой. Я протестирую их продукцию. И если мне понравится, если будут какие-то хорошие результаты, я обязательно что-нибудь еще закажу. Это новинка. Называется этот набор «Тысяча роз». То есть здесь все продукты в составе содержат экстракт, ну, во-первых, алоэ вера. Дальше гиалуроновая кислота здесь есть. И что важно, в каждом продукте здесь содержатся еще и стволовые клетки альпийской розы. Продукция не тестирована на животных, не содержит ГМО, не содержит парабенов и каких-то консервантов. И, в общем-то, посмотрите, это может тоже служить отличным подарком. Посмотрите, какая красивая коробочка. Здесь, в общем-то, перечислено все, что содержится в этой коробочке. И вообще, как подарок, это, конечно, очень классно. Мне кажется, в наших магазинах такое тоже не купишь. Так, значит, я взяла себе набор для чувствительной кожи. Но там подобные наборы есть еще и для других проблем. Так что вы можете посмотреть и заказать себе именно то, что вам надо. Вот, значит, давайте откроем. Ну, вот смотрите, значит, здесь пять средств. Выполнены они в таком, наверное, в мини-формате. То есть я бы сказала, что это как дорожный набор. Но вся эта продукция есть в полноценном формате у них там тоже на сайте. Но я так думаю, что лучше, наверное, сначала приобрести мини-версии, чтобы протестировать, посмотреть качество, посмотреть, как будет этот продукт действовать, подойдет ли он вам или не подойдет. И потом уже решиться на покупку этих же самых средств, но в большом формате. Так, давайте начнем рассматривать, что же сюда входит. Так, ну, самое первое средство – это эксфолиант. Это пилинг. Это отшелушивающее средство для кожи. Содержит жемчужный эксфолиант. То есть первоначально вы начинаете процедуру с очищения. То есть я вчера воспользовалась уже вот этим средством. Оно имеет вот такую прозрачную консистенцию с большими вкраплениями. Очень хорошо очищает кожу. Очень хорошо. Но, как я поняла, нужно на слегка влажное лицо наносить, потому что по сухому, по сухой коже не очень-то комфортно использовать. А нужно, чтобы кожа на лице была слегка-слегка увлажненной. Потом, конечно, это все нужно с лица смыть теплой водой. Затем, следующим этапом, вы наносите вот эту маску. В маске тоже самое содержатся стволовые клетки альпийской розы, экстракт алоэ вера и гиалуроновая кислота. Наносите вот эту маску. Маска выглядит вот так. Я вчера тоже попробовала. Она вот такого слегка розоватого цвета. Очень приятная маска по консистенции. Хорошо очень наносится. Очень имеет приятный запах. И эту масочку оставляйте на лице буквально на 10-15 минут. Маска пахнет розой. То есть в составе маски еще содержится розовая вода. Вот эта маска очень хорошо успокаивает кожу, питает кожу лица и увлажняет очень хорошо. Затем вот эту масочку с лица вы смываете вот этим тоником, который есть в наборе. Вот так открывается. Немножечко нужно нажать. Это бесцветная жидкость. Наносите этот тоник на ватный диск. И этим тоником вы с лица смываете как следует маску. В составе этого тоника есть розовая вода, гиалуроновая кислота и алоэ вера. И после того, как вы смыли маску с помощью этого тоника, вы накладываете крем. Значит, здесь в составе есть ночной крем и дневной крем. Я вчера воспользовалась ночным кремом. Вот этим. Дневным пока не пользовалась. Ночной крем. Слегка-слегка розового цвета. Очень приятная консистенция у этого крема. Он по ощущениям, он такой немножко бархатный что ли крем. Немножечко бархатистый такой. Очень приятно пахнет розой. Вот кто любит аромат розы, вам по душе придется этот набор. Очень хорошо впитывается. Не сказать, что он сильно жирный, но состав крема мне очень-очень понравился. Крем очень питательный. И вот этот крем уже идет у нас дневной. Дневной крем уже такой белого цвета. И он уже, как бы знаете сказать, он такой сатиновый что ли. Немножечко слабее запах. Ночной крем, мне показалось, пахнет посильнее, более интенсивно. Он создает безупречный цвет, выравнивает цвет лица, создает безупречный вид лицу. И в составе здесь, в дневном креме, есть еще и помимо гиалуронки и экстракта алоэ вера, здесь есть еще гранат. Экстракт граната. Вот такой наборчик. И последний продукт – это палетка теней. Когда я ее заказывала на сайте, мне показалось, что здесь вот коробочка будет такая маленькая-маленькая, и будут какие-то пробнички теней. Но когда я открыла посылку, то моему взору предстала вот такая большая достаточно коробка и, в общем-то, с достаточно большими коробочками теней. Давайте посмотрим поближе. Это фирма Эльф. Продукция вот этой фирмы широко представлена на iHerb. Тоже очень красивая коробка с сердечком, и прямо на подарок тоже будет очень хорошо. И вот смотрите. Смотрите, какие большие коробочки. Но есть здесь еще и две щеточки для нанесения теней. Но я лично вот такими пользоваться не люблю. Скорее всего, я не буду пользоваться этими аппликаторами, а буду пользоваться своими косметическими кисточками. И вот смотрите, какие здесь есть тени. Кстати, тени очень хорошо наносятся. Очень хорошо наносятся. И причем, смотрите, здесь какие расцветки. Баночка вот так открывается. Ну и давайте посмотрим. Ну, в общем-то, тени, я бы сказала, нормально пигментированы. Вот посмотрите еще раз, какая приятная упаковка. И, в общем-то, можно в подарок. И, кстати, они дешевые. Зайдите на сайт, посмотрите. Это набор очень дешевый. Достаточно дешевый. То есть получается 8 расцветок. И по такой цене, я считаю, это будет очень хороший подарок. Ну вот, друзья, показала я вам сегодня свою вот эту очередную посылку с сайхерба. Вчера, следом, я заказала еще одну посылку с различными вкусняшками, с интересными. Я вам потом обязательно-обязательно покажу. Все ссылки на сегодняшние продукты я вам оставлю внизу. Можете пройти на сайт и о каждом продукте почитать отзывы, посмотреть состав каждого продукта более подробно. И вы еще вполне успеете что-то заказать для себя к празднику или на подарки своим родственникам, своим любимым людям, своим подругам, друзьям. Потому что очень быстрая доставка, очень они оперативно работают. И вы вполне к праздничку сможете что-то успеть себе заказать. Итак, в следующем видео я вам еще покажу свои покупки с другого сайта. Видео выйдет буквально на днях, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. С вами была Татьяна. Желаю вам праздничного настроения. Не унывайте. Впереди Новый год, впереди праздники. Пусть настроение у вас будет только радостное. И пусть ничего вас не омрачает в этой жизни. Все все равно будет хорошо. Я вас всех люблю и целую. Всем пока-пока. Всем пока-пока.